Что значит жить? Это желать всем счастья, служить. Жить означает заботиться о ком-то, желать всем счастья, ходить в хорошем настроении. Хорошее настроение означает победа. Я вам сейчас не буду этого рекомендовать, не делайте так, как я сделал. Это был эксперимент. Но этот эксперимент хороший, мне он нужен был для того, чтобы понять, что такое победа. Это было раньше, чем коронавирус начался. Это был какой-то вирус, я не знаю, но он был очень сильный. Скорее всего, это было, когда я лекции читал в Калининграде, где-то, может быть, в начале февраля. Ну, тогда еще там не было коронавируса. В общем, я заболел вирусной инфекцией. Мне надо было читать лекцию, и у меня в этот день была пробежка. Я не пропускаю пробежки, я бегаю по 16-17 километров. В Калининграде есть такое озеро, там дорожка такая длинная. Это Калининград? Нет, это был не Калининград, это был... Нет, Калининград, правильно. Там просто и в Калининграде, и в Молдове тоже там такое же одинаково похоже. В общем, это был Калининград. Ветер, сильный дождь, холод, температура небольшая, ну, где-то там, может быть, 37. И я ставлю над собой эксперимент. Я хочу убить вирус аскезой. Не советую вам это делать, очень опасно. Ну, я закаленный, крепкий человек, просто я могу себе позволить. И я просто, я знал, ну, какой порог. Я знал, что когда начинается борьба в организме, то повышается пульс и повышается температура. И я побежал. У меня обычно пробежка, пульс, ну, где-то 135-140. Это для меня вообще комфортно, нормально. И вот я 17 километров так бегу. Ну, сначала там 115-120, постепенно вот доходит до этих цифр, где-то на 10 километров так остается. 150, 160, 170. И я знаю, что 185 это максимум. Больше я не могу себе позволить. Это значит, вирус выиграл, я проиграл. Ну, как бы, не всегда выигрываешь, правда? Я начал молиться, я думал, ну, буду себе молитвы помогать, желать всем счастья. В общем, я бежал в этот ветер. Ветер мне помогал лечить вирус. Понимаете, это энергия ветра, это что такое? Энергия, которая очищает психические каналы, если они у тебя крепкие. Ветер помогал, дождь помогал, бег помогал. Не мешало все это мне. Помогало мне все это. Потому что мне было жарко от того, что вирус меня мучил. А я бежал и, как бы, мучил его. Потому что я разогревал организм. И в горячем организме в этом он боролся, легко боролся с этой инфекцией. 183 пульс. Я, ну, у меня часы, которые измеряют пульс. Я смотрю, думаю, 185, я останавливаюсь. 182, 181, 160, 150. Понимаете, к концу пробежки уже 150. Это уже более-менее нормально. Я перестал болеть. Я уже, когда бежал в конце, я не чувствовал вируса в своем организме. Все. У меня не было вируса. Но это не значит, что вы должны так делать. Я просто вам рассказываю, как бывает, для того, чтобы вы поняли настроение человека, который хочет победить болезнь. Он не должен с ней соглашаться, как бы она сильно его не мучила. А сильное мучение болезни – это наказание за неправильную жизнь. Что значит неправильная жизнь сейчас? Три вещи запомните. Первое. Депрессия. Лень. Это одно и то же. Не хочу рано вставать, не хочу рано ложиться, не хочу ничего делать, хочу лежать, балдеть, смотреть телевизор. Все. Будете наказаны жестоко смертью. Сейчас нельзя. Это плохой период. Второе. Обжорство. Будете жестоко наказаны, понимаете. Можете погибнуть. Могут быть серьезные осложнения. Потом придется долго восстанавливаться. И третий. Депрессия. Депрессия начинается с того, что мы поддаемся судьбе.